Музыка Нашим мифам, о чём мы говорили? Они единые мифы. Они разрознены только по разным... Мы растащили по разным этим домам это всё. Ну, в принципе, это разговор-то, если их собрать, они являются сказанием о едином, один их героях некогда могучей расы. Может, Атлант. Мне кажется, что там несколько рас собраны. Что они вот шли, тысячелетиями шли, и они из одной расы в другую. Ну, потому что Батрас – это Лемурия. Потом была Атлантическая раса. И вот смотрите, сколько... Сейчас мы Арийская раса. Пятая раса, четвёртая подраса называется – это Арийская раса. Потому что она названа в честь Ариев, которые дали людям алфавит, астрономию, астролатрию. Это вера в богов и поклонение звёздам и планетам. Ну, скифы, они же, получается, дали вот эту древнюю астрологию хаудейскую. Да, это всё, всё принесли Арии. Алфавит, азбуку, руны – это всё Арии принесли. Астрономия тоже, представьте себе, при всём при том, я когда прочла, это греческое название, но оно здесь шифруется с астинское. Ашт – это восемь, а планет восемь считается. Потом открыли Уран, Плутон, сейчас ещё какую-то планету открыли. Но дело в том, что вот именно Ашт – Ра, если взять Ра – не Бог, Солнце, не Солнце, а планету. Название – Ном, да? Я и его название – восьми планет. Получается, астрономия – это название восьми планет. Так оно и есть ведь, астрономия, дословно, с астинского языка. И о чём это говорить? А это греческое слово, и таких слов очень много. И в латинском, и это. Я это всё в первом томе написала. Так вот, я хочу про мифы. Мы, разговор пошёл о мифах. И вот по поводу мифов, что сказали китайцы. Мифов древнего Китая, такие у них тоже есть, сказано. Многие считают, что мифы – это плод человеческой фантазии, не имеющий ничего общего с действительностью. Так считают учёные-материалисты. Ничего общего с действительностью. Это глубокое заблуждение, написали китайцы. Абай Василь Иванович сказал о нартском эпосе. Нарстый – это образ чудесного легендарного мира. Вот легендарного мира. Воссозданный с такой могучей простотой и пластической силой, что он становится нам близок и понятен, и мы отдаём невольную дань поэтическому гению, создавшего его народа. Но мне видится, что вот он ходил столетиями, из устной была передача, и вот устная передача от одного сказителя к другому. И вот, мне кажется, оно пронзило время, пронзило расы. Если до нашей, до пятой расы дошло, начиная со второй расы лемурийцев, Батрас был лемурийцем, его отец был хамец лемурийцем, и пришли к нам аж, и вот представьте, какой это должен быть, какой мощности, силы, и вот парадигмы, чтобы мы их, как бы сказать, повторялись это, чтобы дети наши были. Мы всегда говорим, будь такой хлебосольный, как шатана, будь такой мудрый, как шатана, будь такой вот пожелание, да? А мальчикам говорят, будь такой, как Батрас или как Суслан, сильным, мужественным, бесстрашным. Там все, что касается касток, шатриев, это все было у Батраса. Мало того, что Батрас, значит, что происходит. Ну, я хочу сказать, почему все-таки Демюзиль, французский ученый, который изучал нардский эпос, и скифский эти традиции изучал, и он понял, что скифы полные преемники нардской традиции, нардских законов, нардского языка, скифы. И он написал, что двое могут претендовать, это черкесы и осетины. Французский следователь Демюзиль, Жорж Демюзиль, изучил все варианты нартиады и дал исчерпывающий ответ на вопрос, кому принадлежит эпос. Потому что я сказала, это и абхазы, и болгарцы, и кабардинцы, и черкесы, и осетины. Он сказал так, только два народа и могут оспаривать друг у друга отцовские права на этот фольклор, черкесы и осетины. Несколько групп нардовских легенд, некоторые образы нарта, по-видимому, вышли из Оландского, сармадско-скифского, евроиранского, то есть в конечном счете осетинского фонда. И дальше он пишет уже в другой книге, что осетины же преуспели вдвойне. Они сберегли до наших дней не только язык, как форму, несущую некое культурное содержание, но и само это содержание, которые отразили состояние скифской цивилизации на последних ступенях ее развития. А главное, живы бесценные, полные архаики, эпические сказания. Эту устную словесность в той или иной степени восприняли соседские народы и сказив в ней как раз то, что было специфически осетинским, скифским. Поэтому то, что есть у наших соседей, они только могут существовать в отдельных видах, и то они не смогут расшифровать и не смогут ответить на три ключевых вопроса по поводу нартиады. Первое – традиция скифская. Второе – язык, на котором был написан орийский. И оккультное знание, эзотерика. Вот я через знание космических законов, через изучение эзотерики, я проникла в какую-то сакральность. Это уже другой уровень прочтения эпоса. И я его прочла. Но один вариант я вам рассказала про мать и дочь, оспаривающий 20-й и 19-й уровень, а не как то, что они воевали, кому сколько мужчин обслужить. Это очень примитивное. А почему я так это поняла? Потому что осетины, во-первых, пуритане. И они никогда бы не сохранили все, что касается секса. Хотя вот в нардском эпосе есть, там шатана, якобы брата совращает и все прочие дела. Но я хочу сказать, что человечество никогда не будет хранить и нести из поколения в поколение то, что касается его животной части, низменное. Секс относится на сегодняшний день к получению энергии через очень низкий уровень. Через очень низкий уровень того, как получается энергия в человеке. Раньше вообще арии занимались сексом только для продолжения рода. Это раз. Второе. Они получали энергию через сахасрау, как и знание. Все отсюда идет с неба. И через другие чакры, через другим способом, нежели, да, это самая нижняя чакра кундалиния. Кундалиния. И вот через эту чакру там тоже очень зависит источник получения этой энергии. Насколько он грязный или насколько он чистый. Но об этом мы сейчас говорить не будем. Мы сейчас вернемся к эпосу. Значит, в эпосе есть чаша нарта-монга. Потом она становится уаса-монга. Значит, нарта-монга перевели ученые как указующая на нарта. Она так и делала. Когда были пиршества, нартская чаша, она наполнялась пивом, изобретение шатана, кстати. И этот, как его, она наполнялась пивом, и нарт говорили какие-то вещи. Если он говорил правильно, вернее, вот он перед чашей стоял, то чаша поднималась, поднималась. И она указывала на истинную вещи, которые произносил данный нарт. Врал ли он или говорил правду? Такой вариант в эпосе есть. Но мне видится, что нарта-монга – это амонга, это амонен. Кстати, у древнего Египта один из боков назывался амон, амонен. Указующий, обучающий, да? Учащий, ну то есть дающий знания. Так вот амонга, амонга – это была доктрина знаний, доктрина нарта-монга. И ее представитель яркий был Суслан, нарта-монга. Он получил эти знания, когда посетил тот свет. Поехал он туда по наущению дочери солнца, которой он посватался, за листьями дерева аза. Аза – аж. Вот эта аза и дала название древнейшей вере всего человечества. Всего, которую профанировали, сделали язычество, сделали религией темных, невежественных людей, которые молятся камням и деревьям. А это аж – это я, а высшее я в нас – это дух. Это религия духа. Вот религия следующей расы, вот учение живой этики, переданное через Рерихов, оно основа на вере в духа. Потому что Творец и Абсолют, он находится даже не в нашей галактике. Он так далеко отсюда, не в нашей солнечной системе. К нам почему-то спросила, почему мы на север надо головой спать. И арии молились лицом на север. Потому что через северный полюс проходит его дыхание. Дыхание Творца считается. Оттуда идет. Через северный полюс. И вот представь себе, что в Нарской чаше было 7 делений внутри. 7 делений. Значит, наши ученые сказали, это уровень, кто сколько мог выпить. То, что было налито в этой чаше. Кто сколько мог выпить. Ну, это совершенно другое понятие. 7 уровней. Вообще, эти знания эзотерические, они поступают от Махатан, от Великих Душ, от наших учителей Шамбалы. Вот это учение живой этики. Это вот Анастасия Новых тоже получила и написала несколько книг. Она как контактер, она умный, развитый контактер, обладающий большим уровнем знания. Потому что эти знания тоже не все могут воспринять. И вот сказано в ее книге, и это правильно говорит Рик Ден, один из Великих Душ, что вообще во Вселенной является 72 уровня, 72 измерения. Мы живем в трехмерном мире. Это значит третье измерение. А есть четвертое, пятое, шестое, седьмое и так до 72 уровня. Есть на свете люди, которые очень высокого уровня постижения, они могут эти 72 уровня проникать. Есть такие люди и на земле. Ну, это, можно сказать, по пальцам одной руки пересчитать, такого видно. И то они нигде не пиарятся. Это люди в каком-то, ну, закрытом состоянии находятся. И вот семь уровней у человека на земле он должен освоить семь уровней, семь измерений. И вот эта чаша была показателем этих измерений. Вот в буддизме есть понятие нирваны. То есть, ну, у них там это называется восьмиступенчатый уровень поднятия, восемь ступеней. А вообще вот семь уровней. И последний – это вот нирвана, когда человек освобождается от всего земных. И вот его душа, он, дух его такой высокой степени развития, что он может решить, когда ему умереть, когда ему родиться, где ему родиться. А может он даже и не рождаться. Только очень люди высокого уровня, такие как Будда, как Христос, которые понимают, что людям нужно нести эти знания, и вновь приходит человеческое тело. Очень высокого уровня знания. А что я хочу сказать дальше? И вот эти семь чашей, семь уровней чаши, постижения. Почему-то написано, что больше всех овладел этими уровнями хамыц. Но в нем не очень, ну, хорошая характеристика у него. У него был волшебный зуб, которым он соблазнял женщин, еще что такое. И он был отцом Батраза. Вот это точно было. Это тоже был период Лемурии. Отец Батраза. Значит, больше про него мало чего написано. Ну, меньше, чем про Батраза, про Сослана. И вот удивительное дело. Детей называют Батразами, Сосланами, отцомазами, осетинами. Я только в Остинской этой знаю практике, чтобы называли Батразами, Сосланами, Тотразами, отцомазами. Отцомазы – это Орфеев в греческом варианте. И так много общего. Вот кто-то сказал, у осетин нет богов, они молятся своим героям. А это вообще-то правда. Потому что неотвлеченным богам, монарты вообще были богоборцы, если брать их в том варианте, что они свои косяки ворот подняли наверх, чтобы не склоняться перед богом. Когда вот маленькие, тот человек нагибается, чтобы они свои косяки ворот, и против них вот это было выдвинуто. Творцу сказали, что они такие богоборцы, Аббатраз их пачками уничтожал, как написано здесь. Но он не просто этих уничтожал, сейчас я скажу. На Земле не просто. Вот, например, египтяне, они считают себя потомками пришельцев Сириуса, звезда Сириус. Это в созвездии гончего пса, который перед Ореоном скачет. В созвездии, это, бежит собака. Вот это созвездие гончего пса, там самая яркая звезда – Сириус. И вот они себя считают Сириусом. Гиперборея, они же арсиане, это арктогея. Аркус – по-гречески медведь. Гея – земля, география оттуда. Гея – земля, и получается земля медведицы. Она находилась под созвездием большой и малой медведицы на севере. А я прочла у Блаватской в тайной доктрине, что сами себя они называли арсией. Поэтому книга называется «Последний из арктогеи арсии». Арсами называли. А арш – по-сечински медведь. То есть они как бы считаются пришельцами с большой медведицы. Но дело в том, что вот эта медведица, вот она, созвездие большой медведицы, она у нас летом бывает видна, а зимой у нас бывает видна созвездие Орион. Вот оно, созвездие Орион. Вот впереди него находится созвездие гончего пса, и там находится Сириус. И так как мы как будто из разных этих, из разных созвездий прилетели, вот мне кажется, и поэтому мы по цвету кожи разные. Ведь лемурийцы были вот негры, они потомки лемурийцев, они черные были. И здесь даже написано, что вот Исида, она тоже была черного цвета якобы, мать всех богинь считается и богов Исида. А и у нас первый, Шаваша, первый человек по эпосу, он тоже был цвета андон, стали, а сталь темно-синего цвета. Вот если брать его, то он был вот такого, какие-то есть эти народы, они не просто черные, а даже темно-синие такого, с синим отливом, такие есть в Африке народы. Вот поэтому лемурийцы были, и мы разные, потому что мне кажется, что совершенно из разных, а пятая раса, это раса белых людей. Это белые. Вот гипербореи, это уже белые люди. Это птичья цивилизация была. У осетин, дегорцы, иронцев, за глаза называют с иушарта, птичьи головые. То есть, вообще-то, говорят, что не совсем умные, легковерные, я бы сказала. А вообще-то, это древний вариант, потому что все боги Древнего Египта, они изображались птичьими головами. Это была птичья цивилизация. Это не значит, что головы были птичьи. Это шлемы были у них такого плана. В виде сокола. Даже сокол по-осетински уари, 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 да, уари. Значит, орла, ибиса. И многих птиц, вот если взять древнегреческую, древнеегипетскую культуру, мы увидим, что это. А потом орел, да, у нас в России что? Двуглавый орел. Это тоже взято из бифологии греческой, по-моему. Зевс направил двух орлов, а они потом облетели землю и встретились на одном шесте. И один смотрел на запад, а другой смотрел на восток. На запад и восток. Вот орел этот взяли как герб России. Этот вообще. Ну, вообще-то, вот птичьи головы, птичья цивилизация, они могли летать. А летать они могли, потому что у них были крылья. Они могли одевать эти крылья, они одевались, потому что вот невеста Батраса, Акула, она одела, она одела крылья и сделала в небе три круга. А три круга в небе, три круга в круге, это вот первая композиция наших пирогов, которые у нас забрали, потому что мы начали молиться водкой, каждушной, или этой оракой, или же коньяком. А это все неправильно. Слово орака по-сястински, орака, делающее сумасшедшими. Понимаешь? А так оно и есть. А это образ Творца. Его Рерих взял как знамя мира. Он его видел на Тибете везде, на домах, на воротах, на всех видел везде. И он это взял как прошлое, настоящее будущее в одной круге. Время, это символ времени якобы. Но он был посвященный, и он не имел права говорить. А я вот такой символ видела над Осетией. Видела однажды. Это потрясающая вещь, что три круга в круге. Это первая композиция. Вторая композиция образ Матери Мира, когда верхний пирог спускается сюда, и получается три фазы Луны. А это образ Матери Мира. Вторая ипостась Бога это Мать Мира. Она просто сейчас после Атлантиды сокрыла свой лик, и на второе место у нас вышел Лактезуар. А он не просто Лактезуар мужчин этот, а он является Святым Дуком. Это патрон мощнейшей религии Азычества, где он является его другое имя сохранили дегорцы, он называется Монти Ижет, где Мон это Дух и есть же Святой. Является в переводе Святой среди Духов. Он и есть Святой Дух. Это вторая ипостась Творца, но не как Святого Георгия, как сказал Василий Иванович из-за своего незнания в результате чего на сегодняшний день спутали все карты с христианством и у нас получился какой-то винегрет, а не религия. У тех взяли, у тех взяли, у тех взяли и в результате своего ничего нету. А это все неправда. У нас находится древнейшая икона Ариев. Три круга в круге Блаватской говорит, это древнейшая икона Ариев. И это было на фунге. Сейчас фунге убрали, потеряли и в результате все это неправильно. И остались третья и четвертая композиция. Она обозначает третья композиция пирог из-под пирога в осетину столи. Это спираль эволюции. По спирали движется вся энергетика в космосе. Кстати, свастика это та же спираль или тот же крест. Начинай свастику крутить, которую запретила Дума, и ты получишь крест крутить. Начинай и ты получишь свастику. Но были две свастики. Ту, которую Гитлер взял и профанировал, это правосторонняя свастика. У нас она называется Дадзахур. Это путь солнца мертвых. А вообще это путь смертных. А Блаватская взяла левостороннюю свастию. Кстати, царица, жена Николая Второго, когда находилась в Ипатьевском доме перед расстрелом в ночь, она нарисовала на стене левостороннюю свастику. Что она для нее обозначала, что она знала про нее, никто не знает. Ее просто сфотографировали, а потом стерли. Была левосторонняя свастика. Вообще про свастику написано очень много книг. Это большой, великий знак. Но если его Гитлер спрофанировал, это знак в этом не виноват. Понимаете? А то, что это профанация была, это ясно потому, как закончил Гитлер и вся его клика. Вот и все. Потому что они все кричали арии, арии к ариям они никакого отношения не имеют. Так вот, смотрите, значит Суслан приходит на тот свет за листьями дерева аза. Аза это аж духи, да? Это дерево сефирот по кабале. По кабале это дерево сефирот. Опять шиф и от. Ира вообще вот по легенде Сарсиад Иры они были богами. Они пришли на землю. Там не говорится, что но их матерью была Венера. Вот когда она умерла они его на стреле то есть к этому отправили созвездие это Венера планета Венера. Она вообще он имеет такой же знак как земля только в зеркальном варианте. Круг под это крест под кругом и крест над кругом. Вот они разные. Это Земля и Венера. А Венера она старшая сестра Земли она делится с ней энергетикой своей. Так считается. Больше точки соприкосновений находятся в греческих мифах и нардского эпоса. Нардский эпос и греческие мифы которые всем известны. Вот они решили что значит Урежмек это Зевс Суслан это Аполлон или Геракл то Курдалагон это Гефест их обоих приранивает к магам посвященным потому что они владели огнем. Курдалагон мог производить посвящение огнем. Батраза он посвятил в огне. И этого тоже шалаша первого человека. Батраз Арис или Марс Шатана вмещала себя Геру Афродиту Афину Артемиду Гестив Ацамаз это Орфей Шардон Одиссей Аминон Парсифона или Геката Бараш это Гадес Дон Беттер это Нептун Посейдон Дочь Даргавшара Артемида или Диана Братья Ахшара и Ахшартак Братья Близнецы Ашвины которые росли не подняв и по часам Есть яблоня в Нарвском эпосе и яблоки геспирид которые волшебные яблоки которые по мифу схожи но и за одним исключением они давали вечную молодость а Нарвский эпос Нарвский эпос хранит то чего даже непонятно в Библии в Библии тоже взято это из Нарвского эпоса если проводить параллели с греческими мифами я уже назвала что очень много параллелей с ними даже вот братья Ашвины это эти самые братья которые росли не по дням а по часам это Ахшар Ахшар Так но я вот что заметила насколько греческие мифы известны во всем мире Анарские пасмала кому известен но настолько в греческих мифах нету точно прослеженные вот картины ада допустим как вот Данте в Божественной комедии да то картины ада здесь есть параллели в чем здесь наказывается здесь объясняется причина и следствие показаны вот например возьмем эпизод Сизифов труд все про это знают что это пустой труд это как говорится труд Сизиф просто написано он разозлил богов не знаю чем там не написано но на том свете он наказан тем что он закатывает на гору камень на гору и как только он закатил наверх камень камень катится вниз опять закатывает на гору и опять катится вниз и так до бесконечности он этим занимается на том свете что его и говорится что боги его наказали за что-то конкретно не говорится то ли он кого-то обманул то ли что непонятно и вот этот бесконечный бесполезный труд он этим занимается на том свете в осинском варианте есть такой же эпизод в нардском эпосе значит когда Суслан прибыл на тот свет он видит много разных картин чудес и чудесных и что-то вот но он не может понять их назначение и он ждет и вдруг появляется его видуха сначала он ее видел без головы и спрашивает а где твоя голова была а ягар была на земле пыталась тебя чтобы тебя пропустили на тот свет потому что ни один живой человек который проникает на тот свет он обратно не возвращается и живой человек на тот свет проникнуть не может и я занималась тем чтобы ты мог проникнуть на тот свет за листьями с дерева аза и он начинает ее спрашивать все что он видел и это есть целая доктрина она говорит она ему рассказывает он говорит я видел человека старика с корзиной без дна и он набирает в нее камни только поднимает и камни все высыпаются он опять набирает эти камни они опять высыпаются пройдет два шага и все камни высыпаются пройдет два шага и вот бесконечно вот такой труд это один к одному эпизод сезифом тот один камень закатывает а здесь корзина без дна которую он наполняет камни и таскает эти камни всю жизнь на том свете и она ему объяснила за что он наказан здесь четко в астинском варианте эпоса четко разграничено закон кармы закон причины и следствия то есть ты она говорит когда он жил наверху по-сетински в аллейку сарди он не мог насытиться дословно землей в каком отношении он везде захватывал чужие земли он отодвигал этот забор соседа чтобы расшириться чтобы больше земли было и он не мог как говорится насытиться вот землей ему все мало было не насытиться а ему все было мало и вот теперь на том свете он таскает эти камни бесконечно и пока не пройдет его срок карму с него не снимет он отрабатывает свою карму которую заработал на земле и так все что он видел все что видел что эти лжицы повешены за язык воры там за руку за руку там ну там все расписано человеческие эти расписаны закон причины и следствия то есть там это следствие а причина находится на земле и они ее зарабатывают той жизни которой живут на земле и поэтому человек если бы знал что его ожидает я думаю многое на земле бы поменялось бы очень многое поменялось бы если человек знал не просто что он откупится допустим от судьи да что его не накажут а что ему все равно придется в любом случае ему придется отрабатывать но так как мы не помним что с нами происходит после рождения да то ну казалось ну и что там на том свете будет мне бы на этом свете хорошо пожить и вот в этом является главный прокол на сегодня человечество три самые главные на сегодняшний день религии синицкого толка ислам христианство и юдаизм они не несут а вот язычество это несло они не несут законы космоса в них их нет у них нет законы кармы у них просто говорится что ты будешь наказан на том свете вот рай и ад в рай попадает в хорошие души а в ад попадают плохие они там отрабатывают как бы но они непонятно они не рождаются больше нету законов реинкарнации то есть ты приходишь на землю уже согласно там купленному билету вот как ты прошлую жизнь прожил так ты являешься в эту жизнь в эту жизнь и поэтому у осетин была у осетин была такая пословица даже не пословица а какой постулат маку 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 монтариатка я всегда когда слышала думала какие осетины жестокие никогда никого не жалей то есть перед тобой является дитё церебральный паралич или сейчас сколько детей больных рождаются они рождаются непонятно люди не понимают что вследствие своей прожитой прежней жизни они приходят их душу в больные тела и вот будут они мучиться и дауны и церебральный паралич и всякие болезни они приходят и слепые и глухие они приходят согласно своей той прожитой жизни а если бы он знал что он в будущей жизни родится в больном теле я думаю человек бы совершенно по-другому себя вел а это ни одна религия об этом человеку не говорит мало того что говорит что приди в церковь покайся и тебе снимет батюшка твою 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 карму это неправда никто ни с кого не снимал и не снимет пока ты собственными ручками собственными ножками не пройдешь той дорогой которую ты делал для других обманывал обворовал убивал мучил истязал вот это ты все обязательно придешь на эту землю и ты обязательно через все это пройдешь и вот это самое главное знание которое люди не знают в этом отношении эпос уникальный он говорит что я говорит была с ума говорит он своей жене ведухе была с ума и ты же знаешь мою силу я на ручке своего своей клетки поднимал всадника с конем ну обыкновенного не нашей расы всадника с конем а там я не мог эту сумму сдвинуть вот с места что это за чудо она ему говорит там находятся все достоинства человечества и ни одному человеку не под силу их имя владеть всеми достоинства вот развитие человечества от начала своего понимаешь как какая какая-то мощь какая-то энергия и ты его не мог поэтому сдвинуть потому что тебе это не под силу и никому это не под силу потом говорит я иду 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 и там говорит клубок был я его взял и сколько я его не мотал конца его не было разматывал а такой клубок был из шатаны и говорится шатана это есть знание клубок а она ему и сказала это все знания мира ни один человек не может их постигнуть все знания мира а каббала это же что такое каббал свиток свиток в свитках вынесли знания Моисея и его племя не его племя но подопечные его вынесли знания из Египта в свитках они были а свиток по-сетински каббал когда быка которого должны были принести в жертву выбирали заранее и ему вешали вот такой свиток завязанный с молитвой на шею вешали потом вешали катушку просто это было обозначение что это предназначенный его кормили лучшим овсом его кормили лучшими едой лучшим сеном все для того чтобы его когда в жертву принести готовили его к жертвам так вот представь себе нарский эпос вот один вариант того что его ни у кого вот такого нету имеется ввиду закон причины и следствия потом значит Суслан все что она сказала что будет вот революция она предсказала будет время когда все границы откроются для человека то что сейчас происходит будет время то есть будущее человечества она все предсказала в эпосе удивительное дело даже Нострадамус только не сказал сколько она даже революцию когда это было сказано она сказала там я видел что человек с Сафьяновым этим сапогом борется а горбудит так же что говорят эти рабочие станут бедные станут над богатыми править ставить вот когда революция свершилась вот такие вещи и вот такую чашу приходит и забирает с нардского нахаша нахаш это вечер по русски это вечер садились они на камни метеоритные камни между прочим и входили в состояние медитации с теми кто сидит в самадхи вот с теми кто сидит в самадхи они входили в медитации входили и спрашивали у них совета вообще камни камни вот их сделали примитивом обозвали язычники это примитивные люди которые молятся камням и деревьям тупые неразвитые невежественные а дело в том что язычники молились не камням и до сих пор молятся не камням а у камня и у дерева это разные вещи камень и дерево несет мощную космическую энергию у камня и у дерева потому что вот рощи которые вот у нас круглая роща есть это все потом придумали хеток это и вот он бежал и возмолился почему-то лактезуару в ашторджи хотя он принял христианство из-за чего он убегал эта история написана в поэме хеток у Костахи Тагурова она обрывается потому что он знал что дальше церковь могла с ним сделать дело в том что значит там написано аланы воевали разбили врагов возвращаются отец делает им куб приглашает соседских князей и хеток отличился в этом бою и сосед говорит давай породимся у меня дочки у тебя сыновья давай вот какой-то вызывает из дочерей говорит хотел бы ты стать женой хетока а она начала плакать они ее начали допрашивать тогда ну сначала ее спросили она начала плакать она говорит это не моя тайна они говорят раз уже ты заплакала уже значит выдала себя ты должна сказать что это за тайна она сказала хеток когда учился в Греции он принял христианство и вот она он предал он предал свою веру вот в чем вся проблема и ему говорят видно три кисть он нет и он начинается убегать уже заканчивается обрывается поэма на том что этот сосед уезжает обращается к отцу Инал его звали Инал тоже это черкесы никакие-то не черкесы Инал это Остинска Инал есть мужчина Нал по-сетински и есть Инал и он ему говорит Инал не переживай Хеток очень хороший сын не может он быть вероотступником то есть предать свою веру и потом уже как гласит это за ним начали братья Гнацы Карачаева Черкесия где сколько мы ехали сколько вы ехали это кто сейчас на машине Волга которая 120-140 километров может ехать а тогда это на коне он одном скакал и зачем надо было скакать сюда когда можно было в любой это в горы завернуть и там спрятаться в любой а он скакал сюда потому что это был храм арийский и храм который его туда нельзя было заходить с оружием острыми предметами сейчас мы нож заносим туда это нельзя тоже делать и вот он прискакал и якобы он смолился Лактезуару и тот он не успевал к лесу а зачем к лесу надо скакать сюда когда в Карачаевой Черкесии сколько этих лесов сколько гор извините меня и в Кабардино-Балкарии по дороге и везде там нужно было спрятаться там я же ездила в Карачаевой Черкесии такие вот где Аланы жили там такие есть места что Диву дается Архейст тот же и этот и это все как говорится придуманная легенда и она неправильная потому что в результате все закончилось тем что Святой Георгий спасает его и вокруг него роща образовывается и он в этой рощи спрятался эту рощу я сейчас могу пройти пешком за 10 минут поэтому ну пусть она была в то время 10 раз больше пусть по 10 на коне или без коня они бы его настигли но в эту рощу нельзя было заходить с оружием и поэтому он спасся поэтому он сюда скакал такая реликтовая роща находится в Абхазии близ Пицунды знаменитые их эти хвойные этот самый роща тоже в общем все намешано в кучу кони люди и в результате все этот Святой Георгий он жил в 3 веке был заготовителем сала при императоре по-моему Дамициан как-то его звали Дамициан что ли вот как бы этот в общем что я хочу сказать значит этот Сослан приходит Батрас на Нхаш который вот сидели на камнях причем камни происхождения так же как и камень которому хадж совершают эти мусульмане в Мекке этот камень тоже метеоритного происхождения он был белый и кстати об этом пишет Мэнли Холл это было языческое святилище язычники всю жизнь молились у камней жрецы кельтов друиды делали такую же кучку камней как осетины в горах кучку это то есть треугольником кучку камней и молились в горах на север на солнце за растритцев они делали крест и приставляли его колбу задолго до христианства колбу приставляли и так молились на восходе солнца но Батрас приходит забирает чашу одевает ее на голову и уходит а что это такое это он забрал не символ чаши просто да знаний и она становится у аса монга она становится учением асов или указующая на аса а монга это и учение это я считаю что это учение ибо Батрас но он мне видится как и Суслан он был это во первых другой раз а во вторых мне видится что они пересекаются но мне кажется Батрас это более ранее это потому что Суслана мы не видим маленьким он выходит уже из чего из пещеры он родился якобы семя пролила шатана и вот там он зародился это все опять идет от невежества он сидел в состоянии самадхи как сейчас сейчас очень многие сидят вот даже говорят что рама здесь сидит тоже сюда между южной и северной осетии где-то сидят не видится что и Суслан и Батрас тоже сидят в это это наш генофон в состоянии самадхи это значит ты останавливаешь все процессы в своем теле и становишься как лед холодным кровь сердце легкие все остается и дух на тонкой 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 голубой как тонкая голубая ну не лента а что-то я не знаю вот тонком таком при этот находится дух и он в таком состоянии сейчас и сидит Христос таком вот там где его лит проявился он там и сидит в состоянии самадхи и когда и когда это люди очень умеющие регулировать и управлять энергией своего тела они останавливают сердце они останавливают дыхание обмен веществ ну то есть ты становишься трупом и такая фраза есть в Евангелии и там где труп его там соберутся орлы он сидит в состоянии самадхи с видом вот его лицо с видом на бывшую оландскую столицу Магас она как была так там и стоит Карачаево-Черкесия так вот Батрас Батрас был настолько высокого уровня что вот я сказала мать и дочь хотели получить у него этот как он был закален в огне он прошел огненное огненное посвящение он Суслан и этот и удивительное дело да про Суслана что я еще хочу рассказать удивительное дело что это есть только в Астинском варианте Суслан все время его убивает колесо Балсага Бал по-осетински обозначает группа отряд Шак это Орион это было колесо это была тарелка колесо Балсага это была тарелка она живая она разговаривает она это он ее один раз чуть не поломал спицей там что-то попереломал поймал ее второй раз а она все время ее Шардон травит как его убить Суслана и у Суслана когда он закаливался эту ванночку этот Шардон заставил сделать поменьше и колени его не за по-свою рассказ они не закалились у Суслана и это осталось его слабым местом и вот колесо Балсага его перерезает по колени что произошло слово колено Жанак и слово поколение тоже колено поколение в русском варианте тоже 12 колен Израиля это поколение и это является одним и то же слово и оно идет из эпоса Жанак это поколение Жанак это это а Жонак знающее поколение вот Жонт по-сетински по санскриту как ты говоришь Жнана знание и русское знание Жнана знание Жону знать да Жонт ум да Жанак они все имеют корень и получилось что его отрезали от следующих поколений его учение было отрезано вот когда забирает Батрас забирает чашу себе и она становится это и они становятся это вторая каста кшатрии они становятся воинами жрецами хотя и у Рожмак и Сослан они были воины жрецы и это произошло еще в Арктагее Арсии они были воины жрецы и у них символы чаша это символ жречества а меч это символ кшатрии воин кстати слово кшатрии это от слова ахшар мужество честь достоинство доблесть астинско арийское вот кшатрии это санскритское название первое брахманы это эти жрецы а третья каста это торговцы сегодня миром правят торговцы бизнес вой вой каста у пастинских вой это вой торговля тоже совпадает вот у осетин есть флаг мы взяли арийский флаг вот эта вот эта шляпка сделана по мотивам арийского оландского флага что здесь обозначает цвета белый цвет это парийскому я говорю сейчас о том о чем я прочла в ведах нигде его больше не найдешь они говорят что белый цвет это цвет бога потом должен идти цвет жрецов желтый мы видим на пасху мы видим всякие праздники ламы они все имеют желтую одежду праздничную да а ламы вообще в буддизме они имеют вот красные и желтые шапки у них тоже даже так вот это цвет жречества желтый цвет золота потом потом должен и найти цвет красный это каста кшатриев воины и правители цари ведь имели красные мантии дурак красному рад у каждого царя был свой дурак то есть шут и он радовался царю когда он появлялся только царь мог носить красный цвет красный это даже по-русски красивый красная площадь она не красная просто красная из красного кирпича но она красивая площадь красная девица красивая девица так вот красный цвет шерп по-сетински это цвет из кипы носили красные мантии красный цвет и он должен стоять красный это белый желтый должен стоять после белого после бога первые на земле это жрецы они были настолько сильны туда никого даже сын фараона не мог стать жрецом только по наследству передавалось и он приходит в отрас приходит на 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 хаш и он меняет цвет кшатрии воины становятся выше жрецов у нас на сегодняшний день жреческой касты как таковой нету вот чисто в астинском варианте шторм и хаш они все не знают наши законы какие-то вот знают как что когда похороны когда все когда это но основные законы которые связаны с космосом которые связаны с арийской дартиной они их не знают и вот получился такой цвет самое удивительное что такие цвета присутствуют на платье у Исиды я читаю и она говорится что она была вот цвета арийского флага она была в платье белое которое переливалось в шафрановое золотое а потом красный вот эти цвета были у Исиды на платье а это не просто цвета и что произошло а произошло следующее когда поменялись они стали воины жрецы то есть они скифы сарматы и аланы носили на поясе чашу обязательно чашу и меч да вот символы двух каст и это удивительное дело вот они все это знали я это увидела в эпосе вот это есть сакральное Суслан говорит значит когда его отрезали поколение то есть отрезали от поколений следующее это знание отрезано было его по коленам прошлось вот эта тарелка тарелка с отрядом из Балсак это Балсак отряд цариона и он говорит сделайте мне такую могилу такую склеп такой чтобы я видел солнце на восходе в зените и на закате полукруг и сделали ему окошки значит восход зенит и закат а это есть образ творца восход зенит закат видишь что делается он знал ему нужен был как образ творца это потрясающие вещи об этом никто не знает об этом тысячилетия русс дождь но это это в что они говорят о о